Во время разработки технико-экономического обоснования специалисты выезжали на место, чтобы провести полевые изыскания, включая топографическую съемку, испытания образцов породы и почвы. На сегодня все работы уже завершены. После окончания ТО будет решаться модель финансирования, то ли это будет кредит, или какой-то другой, может быть, помощь от других финансовых институтов. Данный проект очень выгоден не только в постройке самой железной дороги, это транзитная, соответственно, будет развиваться инфраструктура. У нас в стране это будут станции, погрузочная-разгрузочная база на территории нашей страны, это на территории Макпала, поэтому будут рабочие места, также будут и СВХ, а также будут логистические центры. Проект Китай, Кыргызстан, Узбекистан должен стать железнодорожной трансконтинентальной магистралью. А фундаментом для реализации масштабного проекта стало трехстороннее соглашение о сотрудничестве, подписанное 14 сентября в Самарканде. Кыргызстан, Китай и Узбекистан фактически объявили миру, что начинают строительство железной дороги. Документом определенный маршрут. Из соглашения также следует, что стороны намерены распределить расходы на технико-экономическое обоснование в равных долях. До этого рассматривалось два варианта маршрута. Кыргызстан предлагал направление Торугар-Тарпа-Макмал-Джал-Лабад протяженностью 280 километров, где предполагалось построить больше новых станций. Но Узбекистан и Китай выступали за маршрут Торугар-Тарпа-Карасу. Объясняя это тем, что дорога будет на 8 километров короче, а значит и дешевле. Однако, как видно из подписанного соглашения, стороны выбрали вариант Кыргызстана. Потенциал новой магистрали оценивается в 7-13 миллионов тонн груза в год. Железнодорожная магистраль сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и далее в Евросоюз. Этот проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов. Естественно, экономическая выгода для Кыргызской республики видится в том, что это будет транзит. Через данную дорогу будут проходить транзитные товары. Естественно, за транзит страны, которые переправляют товары и вагоны, будут платить в бюджет Кыргызской республики. По данной дороге возможна перевозка любых товаров. Это как товары народного потребления, так и строительные материалы, промышленные товары, техника и так далее. Не исключено, что по данной дороге также будут перевозиться пассажиры. Данная дорога позволяет развивать не только транзитный сектор, но также раскрывает туристические возможности самой Кыргызской республики. О строительстве железной дороги впервые заговорили как минимум два десятка лет назад. Однако за всё это время ни одной конкретной договорённости достичь так и не удалось. За активизацию процесса переговоров Садыр Джапаров выступал с самого начала вступления в должность президента. Для Кыргызстана, как страны, не имеющей выхода к морю, это стратегический проект. Только по самым скромным оценкам экспертов, Кыргызстан может получать около 200 миллионов долларов прибыли ежегодно. А я Надюша Кеева и Сентурабы Кеев, Аллато 24.